Берет МРАД В мире полно разных штурмовых винтовок. Почти у всех экземпляров перезарядка реализована при помощи механики и давления пороховых газов от предыдущего выстрела. Есть одно исключение – электрическая винтовка L5 Casseless Ammo, разработанная Мартиром Гриером. Сразу хочу сказать, что ничего общего с современными образцами она не имеет. Наличие электронной системы позволяет солдату менять режимы. Он может использовать одиночную стрельбу, очередями или выпустить за одно нажатие спускового крючка все содержимое. Также подобная конструкция позволяет за раз выпускать сразу пять пуль. Новинка весит чуть меньше армейской М4. Гриер разработал две версии винтовки – четырехствольную L4 калибра 6 мм и пятиствольную L5 калибра 5,6 мм. К слову, ВС США уже заказали пробную партию, чтобы оценить преимущества нового оружия. Сводный брат АК Автомат SG-540, сконструированный немецкой компанией SIG в 70-е годы, не был принят на вооружение швейцарской армии. Однако им заинтересовались другие страны. SG-540 и ряд его модификаций по лицензии производились во Франции и Чили. SG-543 – это укороченная версия 540-го SG. Он создавался под патрон калибра 5,56 на 45 мм и по весу вышел около 3 кг. Длина автомата с учетом разложенного приклада составляет 80 см. Питание осуществляется 30-ю зарядными магазинами. Скорострельность поддерживается на уровне 650-800 выстрелов в минуту. СВТ по-немецки До самого начала Второй мировой вермахт не принимал всерьез разработку самозарядных винтовок. Возможно, именно из-за этого немцы оказались догоняющими. Особенно это проявилось при столкновении с РККА, вооруженной самозарядными винтовками СВТ. Тем не менее, это стало и путем решения проблемы. Вальтер – немецкая компания, основанная в 1886 году Карлом Вальтером, пытающаяся довести до ума свою самозарядную винтовку G-41, успешно позаимствовала у советского оружия конструкцию газоотводной системы. В результате готовая G-41 под обозначением G-43 с 1943 года была принята на вооружение вермахта и выпускалась до конца войны. Скорострельность винтовки достигала 30 выстрелов в минуту, обои питания осуществлялась из коробчатых магазинов на 10 патронов 7,92 на 57 мм. Прицельная дальность – 500 метров. Винтовка, которую вы видите в ролике, выпущена в 1944 году. CZ Brand 2 Это новая автоматическая штурмовая винтовка компании «Чешская сброевка», с которой чешская армия заключила контракт стоимостью 92 миллиона долларов на поставку 39 тысяч единиц вооружения, а также учебных боеприпасов. Она была разработана в 2015 году в качестве замены CZ 805 Brand. Причиной тому послужили жалобы военных на его недостатки. К ним относятся высокая стоимость, масса, плохой баланс во время стрельбы, подвижная рукоять затвора и ряд других факторов. Новая винтовка легче предшественницы на 530 грамм и использует стандартные натовские станаг-совместные магазины от американских винтовок М16 и карабинов М4 различных модификаций. Также CZ 806 Brand 2 оснастили дублированными рычагами затворной задержки и защелками магазина, благодаря чему ее стало одинаково удобно использовать как левшам, так и правщи G Hennel MK556. Поговорим еще об одной штурмовой винтовке. MK556 – это классический AR-15-подобный карабин с коротким ходом газового поршня и регулируемой системой газоотвода. Длина ствола может варьироваться в диапазоне от 266 до 408 миллиметров. В основу автомата Hennel MK556 положен самозарядный карабин Hennel CR223, выпускаемый для гражданского и полицейского рынка и состоящий на вооружении полиции Гамбурга. В армейской комплектации автомат Hennel имеет телескопический приклад по типу карабина М4. Автомат комплектуется складными механическими прицельными приспособлениями с диаптрическим целиком и имеет планки Пикатинни для установки коллиматоров, оптики и ночных прицелов.